И самое интересное, что на эти 40 карьеров приходится 25 лицензий на разработку полезных ископаемых. В общем, господин Хадыев был разгромлен в пух и прах. Насколько они обманут Радио Фаридовича, ведут его в заблуждение, либо все-таки доложат ему горькую правду. Бессменного, бессмертного руководителя ГИБДД в республике, причем наехал Радио Фаридович на него очень серьезно, будет в спешном порядке отвечать какому-нибудь человеку с аккаунтом под именем «злобный кролик», который высказался что-нибудь как-то нехорошо, например, про деятельность поликлиники номер 44. Но это смешно. Кровавые разборки, стрельба и дележ, крышевание бизнесов и так далее, все это происходило в то время именно во многом силами вот этого знаменитого 6-го отдела, которым и руководил господин Матвеев. Эпиграфом к сегодняшней передаче могла быть, наверное, шутка, которую мы с Шамилем Валеевым сконструировали на прошедшей неделе, и начал ее шутить Шамиль, сказав, что Радио Хабиров, получив штурвал власти в республике Башкортостан, обнаружил, что этот штурвал ни к чему не прикручен. Со своей стороны я развил эту шутку и добавляю, что поняв, что штурвал ни к чему не прикручен, Хабиров скоро поймет, что его ни к чему прикручивать. Вообще, конечно, кадровая проблема будет преследовать и его тоже, как и Хамитова в первые месяцы прихода к власти, потому что Красногорская команда уже закончилась, а Башкирской и Уфимской команды так и не появилась. Традиционно в последней неделе поставщиком всех политических сенсаций стало еженедельное совещание в правительстве с участием Радио Хабирова, и прошедшая неделя не стала исключением в том смысле, что именно с этого совещания начались все события этой недели. В этот раз Радио Фаритович вернулся из поездки по Зауралью, вернулся он очень расстроенный, если не сказать, что рассерженный, и в первую очередь речь зашла о весьма сомнительной, если сказать, что незаконной разработке недр в этом регионе. В ходе совещания стало известно, что в одном только Баймакском районе есть 40 карьеров по выработке камня, что из Баймака ежемесячно вывозится порядка, ну, камня на сумму порядка 100-120 миллионов рублей, что в сумме за год составляет сумму больше миллиарда рублей. И самое интересное, что на эти 40 карьеров приходится 25 лицензий на разработку полезных ископаемых. В общем, господин Хадыев был разгромлен в пух и прах. Меня очень позабавила такая интересная пропорция, когда задали вопрос, сколько денег казну республики приносит министерство, возглавляемое господином Хадыевым, а речь идет о лицензионных сборах за добычу полезных ископаемых и за пользование, скажем так, природными ресурсами. Так вот, Хадыев назвал цифру 110 миллионов в год. При том, что содержание самого министерства, которое возглавляет господин Хадыев, обходится казне и республиканскому бюджету в сумму свыше 200 миллионов. То есть простой обывательский расчет о том, что а не стоит ли закрыть эту лавочку, потому что от нее один убыток, он вполне актуален на самом деле. Я, конечно, понимаю, что государственные нужды, государственные цели и задачи, но, коль скоро существует министерство, оно должно хотя бы себя кормить, ну, хотя бы окупать собственные существования. Я уже не говорю о том, что вообще-то наши госорганы вот такого надзорного характера и разрешительные функции должны приносить ощутимые средства в казну. В общем, конечно, все неладно в Датском королевстве в смысле добычи полезных ископаемых. Хабиров назвал ситуацию с Министерством экологии и природопользования преступной и возмутительной. Хадеев робко посоветовал Радио Фаритовичу прекратить все это через глав, ну, это дословно так было, на что Радио Фаритович уже вспылил и сообщил, что он вообще на уровне всех вас все это прекратит, значит, и не учите меня, как бы это, как что это прекращать, потому что, на самом деле, Хадеев выглядел очень бледно и испуганно. Конечно, в этой сфере у нас действительно страшный бардак. Чувствуется, что добыча ПГС и всяких вот этих вот камней, плетников – это золотая жила, что те смешные деньги, которые платятся официально в казну, это мелочи, а основные доходы оседают в карманах чиновников, глав районов и, видимо, ведомства господина Хадеева, а в казну в бюджет практически ничего не попадает. В общем, я полагаю, что после этого совещания с Министерством экологии и природопользования будут происходить существенные перемены. Следующий подход, как выразился Радио Фаритович, будет сделан в сторону леса. Судя по всему, пойдет речь о дикой совершенно разработке леса в Белорецкие бурзяне. Об этой проблеме говорят уже много-много лет. Тем не менее, вот эти пиратские разработки, пиратские вырубки не прекращаются, а только растут и тоже не приносят ни копейки денег в бюджет республики, а миллиарды утекают в карманы вот этих ловких дельцов, всяких селен и прочих мелких и крупных пиратских лесозаготовщиков. На этой неделе на совещании не шла речь вообще о Минздраве и Министерстве культуры и образования. Судя по всему, этот вопрос отложен. Госпожа Шафикова, которая по образованию временно спаслась и, видимо, ушла в тень. Хотя, насколько я знаю, ей активно ищут место, должность. Хотя, на самом деле, этого делать в офисе не обязательно. Конечно, правильнее было бы ее отправить на улицу. Но да ладно. Я знаю, что 6 ноября будет совещание у главы по Минздраву, где он потребовал доложить конкретно по пунктам о ходе изменений в области закупки медтехники и медицинских препаратов. Вокруг этого мероприятия очень много происходит странных событий, я имею в виду вокруг этого предстоящего совещания, потому что, по сути, докладывать особенно нечего, а нужно. И вот будет очень важно понять, насколько нынешние докладчики от Минздрава, я имею в виду господина Епарова и его ближайших подчиненных, насколько они обманут Радио Фаридовича, ведут его в заблуждение, либо все-таки доложат ему горькую правду. Вот посмотрим 6 ноября. Также надо отметить из подвигов нашего нового главы региона, то, что он осмелился очень серьезно наехать на главу нашего ГИБДД, легендарного Динара Загитовича Гельмуддинова, бессменного, бессмертного руководителя ГИБДД в республике. Причем наехал Радио Фаридович на него очень серьезно, даже предложил ему застрелиться на фоне тех показателей, которые демонстрирует ГИБДД и эта сфера в республике Башкортостан за последний год. Действительно, показатели ГИБДД за истекающий год, я имею в виду, в первую очередь, смертность на дорогах ухудшилась. В частности, смертность на дорогах ухудшилась на 8%, что существенно. А что такое 8% смертности в ДТП для Башкирии? Ну, конкретно это 27 трупов. То есть 27 человек плюс к тому количеству, которые погибли в прошлом году. В конкретных цифрах в этом году это 389 погибших уже, и, видимо, к концу года эта цифра перешагнет барьер в 400. Я вспоминаю прошлогоднее мероприятие некой общественной организации по контролю над дорогами, которая была создана господином Амаровым и Общенародным фронтом. Я помню, как они шумели на тему вот этих 362 человек, погибших на дороге, и вот уже 389, и, видимо, цифра придет к 400. Действительно, это очень тревожная цифра, потому Гельмудинову претензии вполне обоснованы и конкретны. Кроме всего прочего, конечно, ему меняется в вину и вот это вот безумие с нелегальными перевозчиками. В основном, аварийность на дорогах, состояние дорожного полотна, которое, скажем так, ГИБДД не должно ремонтировать, но должно контролировать и вовремя обращать внимание на это органов госвласти, отвечающих за конкретный участок дороги. ГИБДД Башкирии этого категорически не делает. Помимо разноса на оперативке, на прошедшую неделю произошли достаточно существенные кадровые перестановки. Это в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан сменился руководитель. На место Владислава Туманина, которого мы упоминали многократно и который был чрезвычайно токсичной фигурой и странной фигурой, которую в последний момент привел туда Хамитов и который проработал министром всего 30 дней. Так вот, на место Владислава Туманина пришел Михаил Киреев. Человек этот малоизвестен уфимской публики, однако очень хорошо известен Стерлитамакской. Он работал в Стерлитамаке первым замом руководителя администрации города, потом внезапно оттуда переместился в Красногорск и там занимался как раз вопросами ЖКХ. Судя по тому, что он плотно входит в красногорскую команду ради Хабирова, он и занял вот эту вот достаточно важную позицию в Министерстве, если только ему удастся изменить статус этого министерства, потому что при Афонине и, собственно, при Туманине это министерство было абсолютно фейковым, его было не видно и не слышно, но и как бы никакого вреда оно тоже не приносило. Надеюсь, что Михаил Киреев на базе своего опыта в Стерлитамаке и в Красногорске внесет некую живительную струю в это мертвое ведомство и принесет хоть какую-нибудь пользу гражданам. Кроме того, хотелось бы вспомнить один не очень хороший эпизод из карьеры господина Киреева в Стерлитамаке. Именно он настойчиво отвергал все по вмешательству региональной власти в проблему того проблемного дома, который находится в опасной близости от дороги, построенной с нарушениями. Мы делали об этом репортаж уже больше года назад. Именно вот господин Киреев был причастен к этой истории. Посмотрим, возможно, он, получив некий статус уже в республике такого регионального характера, сможет исправить ошибки прошлого, либо постарается о них забыть. Ну, посмотрим. Кроме того, существенным кадровым изменением стало то, что господин Шайнуров покинул пост руководителя Башкира Автодора. Это действительно ключевая позиция. Напомню, что Башкир Автодор был долгие годы неким таким негласным кошельком господина Хамитова. И руководство этим предприятием поручалось только очень надежным, доверенным лицам, которые, видимо, бесперебойно снабжали денежными средствами семью Хамитовых. Посмотрим, насколько новое руководство сможет переломить эту ужасную ситуацию с дорожным хозяйством в республике. И кто встанет на место руководителя в этом важнейшем предприятии, мы узнаем, наверное, в ближайшие дни. Важнейшим кадровым изменением прошедшей недели, конечно же, стало назначение, или, как хотите называйте, выборы нового мэра Уфы. И предсказуемая мэра Уфы стала Ульфат Мустафин, которого мы и пророчили на эту должность. И это было понятно. Хотя бы по той странной конкуренции, которая сложилась вокруг этого поста в процессе конкурса. Конкурс прошел тихомирно относительно. Пара человек, конечно, шумела и галдела. Господин Хафизов от КПРФ даже попытался поднять свою непримиримую партию на борьбу с фальсификацией на выборах мэра Уфы. Однако партия как-то не поднялась. Резком не поддержал господина Хафизова. И Хафизов, значит, утих в своих претензиях. Также Рамиля Саитова, в общем-то, достаточно бурно восприняла свое поражение на этом конкурсе. Рамиля комментировала это все в прессе. Но, честно признаться, я, конечно, с иронией отнесся к ее уверенности в победе. Хотя бы потому, что понимать нужно механизм выборов на эту должность. Он достаточно непрозрачен, абсолютно неконтролируемый и управляем из администрации главы. И, соответственно, человек, не согласовав свою возможность стать мэром Уфы, никогда не станет мэром Уфы в той конструкции, которая существует сейчас. Я сочувствую Рамиле. Я понимаю, что, наверное, это какие-то неутоленные амбиции. Но, еще раз повторю, шансов стать мэром у нее, конечно же, не было. Но вернемся к господину Мустафину. Ну, Ульфат Мансурович воцарился в мэрии Уфы. Работа ему предстоит, конечно, непростая. Начинать с того, что у него практически нет замов. Потому что кто, как говорится, судит, а кто под следствием. Кроме того, сразу же вслед за выборами господина Мустафина произошла отставка Артура Хромца с его должности зама по строительству и архитектурным вопросам. Ну, это предсказуемое, в общем-то, явление. Скажем так, наверняка елаловская команда в мэрии не сохранится. Даже ее вот эти жалкие остатки. И основным вопросом, конечно, станет то, кто придет на посты замов в мэрии. Кто будет заниматься вот этими ключевыми функциями, я имею в виду, строительства, вопроса земли и коммунального хозяйства. Переложит ли на мэрию ответственность за проблему долевого строительства в городе Уфа. Наконец-то переложит ли. Потому что, как мы помним, в бытность Елалова в должности мэра, мэрия тщательно избегала вообще любой ответственности за вот эту ситуацию с долевым строительством. Ну и, наверное, внутренне оправдывая это тем, что ее сформировал там Филиппов вообще эту всю проблему. И вот пускай как бы Филиппов с Хомитом за это отвечают. Теперь всей этой конструкции не существует. Филиппов там под следствием сядет он или нет, я не знаю. Но новой администрации города не на кого теперь валить эту ситуацию и решать придется ей эту проблему. Вот посмотрим, кто будет назначен господином Мустафиным на решение этих проблем. Кроме того, неким маркером явится решение таких уже застарелых маленьких проблем города. Я имею в виду, это вот, например, барак на Шатару ставили 72-7, это дом имама Сатаева. То есть вот то, как показательно к этому отнесется новый мэр, будет маркером того, насколько он вообще отличается от Елалова и насколько он сможет участвовать в таких вот проблемах, точечно или не очень. Ну, в общем, с мэрией будет интересно в ближайшее время. После почти трехнедельного перерыва в медиапространстве появился Рустам Хамитов. Кроме того, что федеральная пресса сообщила о том, как он встречался с Путиным в числе прочих отставных губернаторов, стало известно, что Хамитов, вероятнее всего, получит пост в Совете директоров Башнефти. Ну, вообще, вот эта встреча с Путиным, конечно, носила такой терапевтический характер, утешение, выслушивание жалоб, видимо, на здоровье, возраст и погоду, похлопывание по плечу и так далее, и так далее. Ну, а назначение Хамитова в Совет директоров Башнефти, это, конечно, абсолютно ничего не значащее явление. Ну, кроме того, что Рустам Закевич будет получать какую-нибудь совершенно неимоверную зарплату там за ничего не делание, что, собственно, для него достаточно привычное состояние, это, видимо, такое состояние и явление такого отстоя бывших губернаторов, то есть он пробудет в этом статусе, наверное, год-полтора, и потом совсем уже исчезнет из пространства, ну, куда-нибудь там на Лазурный берег, куда он, собственно, всю жизнь стремился. Однако еще один факт появления Хамитова мы не можем обойти стороной, а именно ту историю, когда на прошлой неделе Хамитов публично высказался в отношении фонда Мархамат. Напомню, что вокруг фонда сгущаются тучи, происходят некие расследования, выяснения обстоятельств расходования денег. Айгуль Гореева, бывшая совсем еще недавно директором, исполнительным директором этого фонда, а теперь она депутат госсобрания, а еще она племянница Хамитова, суетливо забегала и стала делать заявление о том, что финансовые нарушения в фонде были совершены, как она выразилась, неопределенным кругом лиц. Ну, видимо, какие-то неопределенные лица пробрались в эту цитадель благотворительности и там что-то напакостили в плане финансов, по всей видимости, похитили деньги. Так вот, Хамитов заступился за Мархамат, стал рассказывать, какие злые, оказывается, люди живут в Башкирии, как они черной неблагодарностью отвечают на ту благотворительность, которую несла Гульшат Гафуровна все эти годы. В общем, конечно, очень обидные, нехорошие и глупые слова наговорил Хамитов. Надеюсь, что его появление в медиапространстве республики и в целом России будут все реже и реже, потому что нам бы поскорее забыть вообще про эту эпоху в истории Башкирии и про этого человека тоже. Еще одно очень важное событие, которое случилось на прошлой неделе, это история с мегахолдингом информационным, который возглавил Ростислав Мурзагулов. На базе акционерного общества Башинформ создается некая такая глобальная республиканская дирекция, которая охватит все государственные СМИ. В подчинении Мурзагулову оказалось и БСТ, и ГТРК Башкортостан, насколько я понял, в той степени, в которой она вообще подчиняется республиканским властям. Около ста региональных изданий, я имею в виду, газеты в районах и городах, и даже киностудия Башкортостан. Как относиться к этому нововведению? Да, пожалуй, что никак. На самом деле надо понимать, что структурно все эти предприятия, это отдельные юридические лица, руководить ими физически из одного центра, в общем-то, невозможно. Давать какие-то рекомендации, безусловно, полезно, и вообще координировать их деятельность с точки зрения идеологии, наверное, было бы полезно, потому что, хотя бы потому, что они вообще-то ничего не делали в последнее время, такого серьезного и полезного, а денег они потребляют очень много. Напомню, что на будущий год из бюджета республики выделено 3 миллиарда рублей. И вот эти 3 миллиарда рублей разделяются между этими всеми структурными подразделениями очень неравномерно, на самом деле. К примеру, БСТ получает порядка 600 миллионов рублей в год, миллионов 300-400 получает сам Башинформ, совершенно непонятно зачем. Миллионов 200-300 получает киностудия Башкортостан, непонятно что, производя вообще в итоге. Ну, а дальше по мелочи все это расходится на все эти, значит, издания, всевозможные издательства, вот эти региональные газетки и так далее. Эффективность расходования этих 3 миллиардов, конечно, практически нулевая. То есть, если их завтра взять и не израсходовать, я думаю, что мало кто заметит, что это случилось, но, тем не менее, традиционно, значит, эти деньги расходовались. Будет ли Мурзагулов перераспределять эти деньги в какую-то другую стезю? Как-то изменится ли все это? Мы увидим в ближайшем будущем, я думаю. Единственное, что произошло нового в этой среде за истекшую неделю, это то, что громогласно было объявлено о внедрении системы инцидент, который как будто бы будет самым страшным и строгим образом отслеживать все негативные высказывания в сети, в социальных сетях, вообще везде, везде. И после этого все чиновники кинутся реагировать на эту штуку. В общем, конечно, затея абсолютно не новая, прямо скажем, идея не свежая, а вот внедрение этой системы в течение двух дней вызывает массу вопросов. На самом деле, конечно, никакой системы нет, если честно. Это такая достаточно забавная попытка при помощи чатов в WhatsApp организовать некое взаимодействие между гражданами и властью. Причем попытки эти носят очевидно хаотичный характер. Например, в распоряжение нашей группы попала видеозапись селекторного совещания Минздрава по поводу введения вот этой системы. Я вам доложу, что это просто какой-то хаос, да, вот какой-то страшная, позорная история, когда собирают там всех главврачей республики на видеоселектор и объясняют, что теперь на фоне того, что у них и так не хватает персонала, они еще должны по одному человеку выделить из состава персонала больницы на работу с этой системой, причем этот человек будет работать 6 дней в неделю, обращая внимание, да, то есть он должен реагировать на эти всякие обращения в этих чатах WhatsApp, обращая внимание, механизмом, значит, этой системы является WhatsApp, на самом деле. Реагировать этот выделенный медработник должен в течение часа первая реакция, в течение 24 часов вторая реакция. А если он, не дай бог, чего-нибудь пообещал, например, закончить в 2020 году, это я цитирую, это селекторное совещание, то до 2020 года он ежеквартально, тетеньки переглянулись, или ежемесячно, спросили они сами себя, он будет опять отчитываться об этих вещах. В общем, конечно, это адский ад. Несчастная медицина потеряла порядка, наверное, 300-350 сотрудников в медучреждении. И в результате введения этой системы. А вообще в общей сложности, конечно, я думаю, что несколько тысяч чиновников республики теперь будут тыкать пальчиками в смартфончики, пытаясь разобраться в этой путанице чатов WhatsApp. Единственное, что утешает, это то, что, наверное, вся эта история очень быстро прекратится, потому что, ну, та методика и та система, с которой подошли к этому вопросу, она, конечно, не может существовать долго. Люди возмутятся, прекратят вообще реагировать на нее. Ну и самое главное, что вообще в этой системе заложено, я знаком с этой системой инцидент, она достаточно старая и достаточно неэффективная в том смысле, что главным ее недостатком является отсутствие законных оснований для работы с обращениями, в том смысле, что обращениями эта система считает любую информацию, появившуюся, например, в соцсетях. И обязывает, как бы обязывает чиновника определенного профиля реагировать на эту информацию быстро. Дело в том, что закон о обращении граждан определяет, ну, некий список реквизитов, признаков обращения. То есть обращение должно быть подписано конкретным человеком, должны быть данные о его месте проживания, его контактные данные, телефон или адрес, значит, фамилия, имя, отчество и так далее. Вот тогда только это обращение является обращением. Ну, как известно, анонимки не рассматриваются. И было бы забавно понять, как какой-нибудь уполномоченный от городской, республиканской или прочей какой-нибудь больницы несчастный доктор, значит, Н, будет в спешном порядке отвечать какому-нибудь, значит, человеку с аккаунтом под именем, там, злобный кролик, который высказался чего-нибудь, что-то как-то нехорошо, например, про деятельность поликлиники номер 44. Ну, это смешно. Более того, это абсолютно незаконно. То есть никакой чиновник, никакое ответственное лицо не обязано отвечать на запросы злобного кролика, какими бы объективными или важными они не были. Ну, посмотрим. В общем, судьба этой системы, скорее всего, печальна в том смысле, что, как любое вот это вот пиар-мероприятие, оно долго не может существовать, а функционально эта штука работать не будет точной. То есть, если, конечно, они вовремя не пересмотрят вот эту всю систему работы, систему взаимодействия с действующими лицами и так далее, и так далее. Возвращаясь к истории с общественным транспортом, которая у нас приключилась уже пару недель назад и продолжается в Уфе, я имею в виду вот эту зачистку от нелегальных перевозчиков и прочие эти вещи, хотелось бы отметить на прошедшей неделе два события. Первое – это забастовку водителей баш-автотранса в Стерлитамаке, что, собственно, странно, да, казалось бы, но, однако, на самом деле, не очень странно. Водители баш-автотранса в Стерлитамаке протестовали не против засилия нелегальных перевозчиков, не против каких-то условий работы или еще чего-то, они протестовали против того руководства, которое воцарилось в их сегменте, этого баш-автотранса, я имею в виду Стерлитамайский. Проблема, в общем-то, была решена, я не знаю, уволили ли этого директора или уволят в ближайшее время, но вроде как эту проблему локализовали. Я думаю, что это такое вторичное явление, на самом деле, просто вызванное, ну, вот вообще всплеском активности в республике. Люди решили вот за счет, там, появившегося интереса к этой среде заодно и решить и проблему вот Стерлитамарского баш-автотранса. А вторая история – это инициатива уже уфимских властей по выбору цвета для общественного транспорта. Вообще-то интересная история в том смысле, что наука говорит о том, что к организации пассажирских перевозок в миллионных городах нужно подходить с точки зрения уже, ну, выясненных таких давно устоявшихся алгоритмов и правил, в том числе и цветовая гамма автобусного парка, она диктуется некими, ну, закономерностями и правилами, которые уже появились. То есть существуют цвета безопасности, существуют цвета корректного восприятия и так далее, и так далее. Но, пойдя вопреки вот этим всем уже давно известным правилам и научным утверждениям, власти Уфы дали на выбор жителям через систему сайта Башинформ, дали на выбор несколько цветов автобусов, там и традиционный триколор, как они это назвали, ну, то есть это цвета башкирского флага, там какой-то небесно-голубой, кобальтово-синий, то есть очень много-много синих оттенков, несколько зеленых оттенков, ну, выбор, прямо скажем, не широкий, я не увидел среди этих цветов, тех самых цветов безопасности, которые, ну, это цвета, которые наиболее безопасны для окраски общественного транспорта, ну, я не увидел ничего такого особо креативного, видимо, выбирали опять, подгоняя под существующую краску, там уже намеченных подрядчиков и так далее, и так далее, как у нас всегда это бывает, то есть напомню, что окраска одного крупного автобуса обходится примерно 300 тысяч рублей, вот представьте, значит, какие суммы на кону, и я думаю, что вот эта история с окраской автобусов, конечно, превратится в очередную кормушку, в очередной распил денег городских, а визуально, конечно, не прибавит, прямо скажем, нашему городу ничего. Я намеренно отложил на конец передачи тему вот этих вот подполковников-насильников. Вся Башкирия, да и вся Россия уже под конец недели бурлила вот этими новостями про пьянку в РУВД Уфимского района, которая превратилась в какую-то безобразную криминальную историю, в конце концов. Напомню, что 23-летняя госпожа Сагитова, дознаватель Уфимского РУВД, обратилась в прокуратуру, следственный комитет с обвинениями в адрес ее начальства в том, что они в ночь с 30-го на 31-го или с 29-го на 30-е, я точно не помню, октября, изнасиловали ее групповым способом прямо в здании РУВД. За этим последовал арест. Вот вчера уже произошел арест на два месяца троих фигурантов этого дела. Это господин Матвеев, подполковник и руководитель РУВД Уфимского района. Это Салават Галиев, руководитель РУВД Карамаскалов. И некий Павел Ярамчук, начальник отдела по делам миграции. Все они трое арестованы на два месяца и идет следствие. История, прямо скажем, какая-то странная. Дело в том, что госпожа Сагитова оказалась дочерью одного из крупных чинов Росгвардии в республике Башкортостан, о чем, конечно же, не могли не знать вот эти вот обвиняемые в изнасиловании Матвеев, Галиев и Ярамчук. Дело в том, что госпожа Сагитова имеет некий бэкграунд во время обучения в юридическом институте уфимском. Была тоже нехорошая история, связанная с харассментом. И ее очень странно практуют, не в пользу этой девушки. Кроме всего прочего, конечно, непонятно, какие результаты дала экспертиза. Потому что в случаях с обвинением в изнасиловании существует некая технологическая карта выявления причастности предполагаемых насильников. Я имею в виду сбор и анализ биоматериалов, которые участвуют в подобных процессах. Преступления, связанные с сексуальным насилием, это очень сложно расследуемые вещи. Должна быть достаточно серьезная оперативность в проведении этих экспертиз и выводах из этих экспертиз. В данном случае госпожа Сагитова обратилась в прокуратуру и следственный комитет буквально на следующий день после события предполагаемого. Сомнения мои в достоверности всей этой истории на самом деле заключаются в следующем. Если предположить, что то, что говорит госпожа Сагитова, правда, то получается такая картина. Двое подполковников, начальников РОВД, которые годятся ей в отцы, выпивая в будний день, приглашают девицу из соседнего здания. Кстати, она там... Причем тут уже показания начали расходиться. То ли она была на дежурстве, то ли ей позвонили, и она приехала вместе с подружкой к этим веселым подполковникам. А зачем она приехала? Тоже вопрос, да? Потом подружка куда-то делась, и потом произошло вот это ужасное событие. Надо понимать, например, кто такой Эдуард Матвеев. Эдуард Матвеев – это легендарный руководитель 6-го отдела, так называемого 6-го отдела, тогда еще милиции, который в конце 90-х, в начале нулевых, был известен на всю Башкирию. Так называемые «шестовики» – это была, по сути, преступная группировка, которая действовала от лица закона, пользуясь табельным служебным оружием и так далее. Эти ребята мало отличались от тогдашних всяких Егоровских, Осяновских и прочих бандитов, которые существовали в Уфе и в Башкирии, кровавые разборки, стрельба и дележ крошевания бизнесов и так далее. Все это происходило в то время именно во многом силами вот этого заменитого 6-го отдела, которым и руководил господин Матвеев. О чем я говорю? Я говорю о том, что мужчина этот чрезвычайно опытный человек в области, скажем так, вот этого криминалитета и борьбы с ним тоже, с этим криминалитетом. Я не думаю, что человек с подобной квалификацией может в здравом уме совершить деяние, в котором обвиняют его, и сейчас предъявлено обвинение. С другой стороны, никто не отменял алкогольного безумия, которое периодически случается с некоторыми людьми. И если предположить, что вся эта история произошла исключительно по пьянке, ну тогда это да. Знаете, некоторые вещи, они сложные и подозрительные вещи, всегда могут быть объяснены простейшими причинами. То есть если они действительно упились до такого состояния полных скотов и животных, то да, вполне возможно, это могло произойти. Однако тут тоже есть некий научный довод. Так как их было трое, то трое, как правило, не упиваются синхронно до состояния абсолютных животных. Всегда есть кто-то немножко более трезвый и более здравый, то есть в силу физических, анатомических особенностей, или просто не доливали ему. Соответственно, вот как-то странно, чтобы все трое одновременно сошли с ума и кинулись, значит, на эту несчастную девушку. В общем, конечно, история эта будет продолжаться. История эта ужасная, особенно на фоне предыдущих информационных событий, связанных с правоохранителями. В общем, Башкирия, конечно, превратилась, и Уфа превратилась в столицу сексуального разнообразия в органах правопорядка, как шутят сейчас в интернете. Это, конечно, печально, потому что органы правопорядка не должны быть объектом насмешек, издевательств и вот подобных позорных явлений, которые мы так или иначе видим в последнее время. Редактор субтитров А.Семкин